Здравствуйте! Я Лилия Тимива. Буду общаться с вами в культурном контексте в этом выпуске. Новое архитектурное пространство, переплетение эпох, событий, человеческих судеб. Все будет отражено в экспозиции. Проект обновленного музея представили публики. Бабушкино наследство бесценное. Репортаж с выставки. Мы к вам заехали на час. Спектакль губернского театра привезли в районный культурный комплекс. Мастер и Маргарита и не только культ просвет расскажет о произведениях Михаила Булгакова и его первой специальности. Новую концепцию музейного пространства Щелковского историко-краеведческого музея представили гостям, пришедшим на мероприятие. По задумке автора, кандидата архитектуры Алексея Воробьева, в будущем площадь музея будет увеличена в два раза. В связи с этим музей приобретет возможность экспонировать свои запасники и расширить коммуникативные отношения с посетителями, став главным центром притяжения города. В преддверии Международного дня музея в Щелковском историко-краеведческом музее состоялась презентация архитектурной концепции музейного пространства. Из истории. Щелковский историко-краеведческий музей был создан на общественных началах к 50-летию Октябрьской революции в 1967 году. Материал, представленный в тот период, ограничивался военно-революционной тематикой. В качестве общественного музей просуществовал до 1989 года. В 1989 году музей был закрыт из-за отсутствия помещения. В 1993 возродился в новом статусе, как Щелковский районный краеведческий музей. Из районного дворца культуры, где музей размещал свои экспонаты, до 28 августа 1999 года. Именно в этот день музей был открыт по адресу город Щелкова, улица Советская, дом 54. В создании музея принимали участие историки и краеведы, которым было непросто. Практически за два месяца им пришлось открыть новую, ранее не существовавшую музейную композицию. Но все получилось. В 2001 году музею был передан весь первый этаж. Появилась возможность организовать новые экспозиционные площадки. Архивы и помещения для сотрудников. В 2005 году музей смог расширить свои площади за счет второго этажа. Музей посещают в год более 21 тысячи посетителей. В фонд хранения почти 17 тысяч единиц. Более 10 тысяч – это основной фонд. Это во многом уникальные экспонаты, которых в России единицы. Это и документы, связанные с историей нашей малой родины, Щелковского района. Уникальность здания, где сегодня располагается музей, очевидна. Здание занимает выгодное положение. На углу двух улиц и фиксирует их пересечение с помощью скошенного угла, выразительного второго этажа и балконов третьего яруса со слуховыми фигурными окнами. Архитектура здания – редкий пример органичного сочетания форм модерна и новаторских авангардных форм. Это здание – самое настоящее архитектурное наследие Щелкова. Из этих окон когда-то звучали революционные призывы. Эти стены – настоящие свидетели эпохи, которые помнят лица и судьбы людей. Скоро здесь начнется черновая работа. Сейчас они отдыхают. Ну а позже, по задумке, здесь развернется несколько экспозиций, в которых будет отражена культура и история Щелковского края. Расположенный на главной улице Мещанской Слободы, рядом с домами других состоятельных жителей, этот дом заметно отличался от других построек. Известно не все, но точно понятно, что с 1914 по 1918 годы в доме Синицына располагался лазарет второго разряда для больных и раненых воинов. В 1918 году, после национализации частной собственности, дом был передан для различных нужд жителей. Здесь находился Щелковский волосной совет рабочих и крестьянских депутатов, партийные, комсомольские и другие организации. На первом этаже – отделы магазина номер два, Щелковской потребкой операции и другие организации. Перед зданием происходило немало событий. Позже на втором и третьем этажах размещались организации учреждения. Первый этаж занимал магазин готового платья. Многие помнят также магазин книги, который располагался на первом этаже. В общем, история здания поистине грандиозная. Несомненно, в этих стенах суждено отражаться истории. И как тому и быть, решили районные власти и отдали верхние этажи под новые экспозиционные площади. Надо отметить, что проект разрабатывался еще в 1993 году, но сегодня время диктует новые правила построения экспозиции и работы музеев. Это учитывал и молодой архитектор, автор нового проекта Алексей Воробьев. В его представлении пространство – это рассказчик, экспонаты, свидетели событий. Все пространство – это повествовательная сфера, в которой каждый штрих и деталь важна в общем контексте событий. Вся экспозиция делится не хронологически, а именно тематически выделит те зоны, именно те темы в городе, которые наиболее выделят музей среди остальных музеев Московской области, поскольку сегодня и программа по благоустройству городов наших, по выявлению их идентичности, именно направлена на то, чтобы именно подчеркнуть то, что действительно отличает каждый город. Концепция, разработанная Алексеем Воробьевым, еще будет прорабатываться с учетом многих факторов, но уже сейчас можно сказать – задумка поистине достойная внимания и понимания. Конечно, она мне близка и понравилась, потому что мы совместно, конечно, уже работали. И архитектор обратил ваше внимание на то, что сотрудники музея, научные сотрудники составляли техническое задание. Переплетение эпох, событий, человеческих судеб – все это будет отражено в экспозиции. Выслушали и посмотрели презентацию гостей, руководителей района, представителей культуры и просто неравнодушные люди, которые внесли личный вклад и оказали помощь музею. А ведь эти бесценные площади могли бы использоваться в других, не таких благородных целях. Однако, как говорится, все хорошо, что хорошо, продолжается. Ну а для тех, кто хочет поближе ознакомиться с архитектурной концепцией музейного пространства, мы приглашаем 21 мая посетить Ночь музеев. Там же в музее открылась выставка под названием «Бабушкино наследство». Проект подготовлен совместно с Фриановским историко-краеведческим музеем, героини выставки «Бабушки» – наши ангелы-хранители. Большое количество винтажных фотографий конца 19-го, начала 20-го века, где бабушки еще совсем не бабушки, а юные барышни. Фотокарточки прошлого века, советские женщины, которые строили новую страну, растили детей и воспитывали внуков, при этом успевали следить за модой. Все они расскажут свои личные истории. Выставка собрана из предметов и документов, принадлежащих жителям Щелковского района, которые стали соавторами этого проекта. Сокровища старины, раритетные вещицы, которые так манят своей тайной и в то же время могут многое рассказать о владельцах. На выставку в музей пришли ценители и хранители тех самых старинных вещей. Выставка под названием «Бабушкино наследство» открылась под аккомпанемент воспоминаний внучек, дочек, своих бабушек. Когда-то наши бабушки были юными, увлекались модой, собирали красивые вещицы, в общем, как и современные девушки. Только сегодня эти вещи – частицы памяти, часть эпохи и жизни, которые прожили они, наши бабушки. Организовали и провели выставку сотрудники Щелковского краеведческого музея совместно с музеем Фрянова. Несколько недель работники музеев выстраивали экспозицию, главная мысль которой – семейные ценности вечны. Их необходимо сохранять. Идея этой выставки принадлежит Щелковскому историку краеведческого музея. Мы приняли участие в ней на правах такого партнера, предоставив некоторые предметы из своих фондов. Прежде всего, это предметы, которые касаются мира детства. Это игрушки, совершенно замечательная плетеная колясочка детская. Еще некоторые предметы, касающиеся дамского туалета, флакончики из-под духов. То, что мы смогли бы дополнить и помочь создать более яркий образ бабушки, внуков, девушки, будущей бабушки этой выставки. Здесь представлены не только вещи, но и фотографии. Так, Вера Сумченко предоставила для выставки фотографии. Родственница своего мужа – актрисы театра Вахтангова Дины Андреевой. Она преподавала в Щукинском училище и в Афтангова проработала там всю жизнь, там фотографии 20-х годов. И видела Сема Васильевича Буркова, да, и там висела фотографии, которые они ей подарили. Вот, ну, то есть, интересный такой был человек. Много рассказов и воспоминаний звучало на выставке, но главное – пожелание наследства сохранять и ценить, как часть истории. Нужно беречь нашу старину, обязательно нужно беречь. Без нее жизни быть не может. Мы должны знать своих предков. Выставку органично дополнили и тематические постановки Щелковского драматического театра. Актеры разыграли сценки в образах прошлого века. Хотите знать, как развивались культурные события в районе? Как всегда, об этом расскажет Культкувер. Конкурс-фестиваль хореографического искусства «Щелковский перепляс» собрал более 300 детей. Участие в районном открытом конкурсе фестивали принимают коллективы не только из Щелковского района, но и из других муниципалитетов и городов. События, посвященные хореографическому искусству, проходят в городе Щелково уже в 19-й раз. На данный момент «Щелковский перепляс» является единственным танцевальным конкурсом в Щелковском районе, и каждый год фестиваль проходит весьма масштабно. В этот раз участие приняли 24 хореографических коллектива, в том числе творческие группы из Мытищинского и Ногинского районов, городских округов Зержинские котельники. От русских народных до финской польки программу подготовили самую разнообразную. Кто-то сделал ставку на мастерство в хореографическом искусстве, а кому-то ближе оказались плавные, выразительные, почти театральные постановки. Словом, каждый коллектив постарался показать высший класс, в первую очередь в главной и традиционной номинации «Русский народный танец». Завершился «Щелковский перепляс» грандиозным гала-концертом. «Звезды галактики» зажглись на сцене славии. Второй год в районе проходит конкурс вокальных коллективов и солистов под названием «Звезды галактики». Организаторы мероприятия, преподаватели детской школы искусства имени Розума в этот раз перенесли действо на большую сцену. Гала-концерт победителей состоял из самых ярких певческих номеров. «Научите ребенка музыки, научите любить ее и понимать, и тогда вы научите любить и понимать саму жизнь. Не знаю, изрекал ли кто-либо эту мысль, если да, то я подписываюсь». Эту мысль личным примером подтверждает и юный выпускник детской музыкальной школы Георгий Локтишев. Молодой одаренный музыкант дал концерт в 12-й школе. Играет Георгий на ударных инструментах, владеет игрой на ксилофоне и барабанах. Перед сверстниками Георгий отыграл полноценный концерт, в который вошли мелодии разных стилей и стран. Георгий Локтишев – отличник, лауреат всевозможных конкурсов, поддерживает и воспитывает дарование преподаватель Игорь Кряжев. «Мы весь год выступали на различных концертах, фестивалях, конкурсах, обыгрывали программу. Так что я надеюсь, сегодня не будет никаких форс-мажоров и сыграю все хорошо». Перемещаясь от одного инструмента к другому, юноша виртуозно извлекал звуки. Не то трели, не то раскаты громовых революционных маршей звучали со сцены под аккомпанемент фортепиано. Вот уж истина талант трудно объяснить. На вопрос, в чем же секрет успеха, которого он добился, Георгий ответил. «Я думаю, самое главное, не бойтесь трудностей, потому что если преодолеваете трудности, то легкости тем более. Старайтесь и занимайтесь». Красота материи. Создавать великолепные образы артистам помогают костюмы. А создают эти костюмы художники. Сегодня в рубрике «Жизнь в искусстве» вы узнаете о женщине, которая не просто шьет, придумывает и создает костюмы, но и является самым настоящим художником, чей труд дарит красоту и приносит победу. Знакомьтесь, Антонова Анна Васильевна, художник по костюму, руководитель кружка «Мастерица» медвежьей озерского поселения. Родилась в красивейшем алтайском крае, в селе Курай. Окончила технологический барнаульский техникум легкой промышленности. Правда, первоначально Анна мечтала стать учителем физкультуры. Была у меня мечта тоже стать учительницей физкультуры. Именно раньше так называлось – учительницей физкультуры. Мечта сбылась? Нет, мечта не сбылась, но я год проработала. После окончания школы меня просто пригласили в Белосскую среднюю школу поработать учительницей. Может, учителей тогда педагогов не хватало. Я пошла, год проработала. Конечно, я поняла, как это очень тяжело, как тяжелый учительский труд. От педагогического труда Анна Васильевна все же решила отказаться, а вот от швейного и производственного не смогла. А дальше я уже поехала в Барнаулу работать в большом предприятии, в Барнаулевском мелангельском комбинате. Поступила в технологический техникум легкой промышленности. То есть, мне это уже было интересно. Говорят, что человек выбирает профессию, но в случае Анны Антоновой можно сказать, что профессия выбрала ее, ведь в ее семье кройка и шитье было делом привычным. Может быть, я с тканями была связана от того, что у нас мама шила. Она очень хорошо шила. Она со мной учила, вот с малых лет учила на машинке, наручной, шить разные костюмы себе, платья, юбочки. Ситец, хлопок, разнообразные ткани. С юных лет Анна Васильевна видела и ощущала магию материи. Сочиняла образы, шила себе и родным. Я обшивала, да, и на любом конкурсе, где-то мы проводили в Доме культуры, там на 8 марта красивое платье пошли. Я всегда старалась быть лучшей. Наверное, нам это нравилось. Наверное, это от мамы. После работы в Барнауле Анна Васильевна перебралась в Московскую область. В 2000 году я переехала сюда жить, и я поехала вот сюда работать, в Балашку строилась. Там была большая промышленность, предприятия рыболовные, охотничьи сушили. Меня пригласили поработать мастером и заготовителем лекал. Работа всегда ладилась, признается Анна Антонова. В коллективах принимали хорошо, ценили за профессионализм. Наверное, везет мне с хорошими людьми работать. Когда предприятие в Балашихе закрыли, наша героиня устроилась на работу в Медвежий Озерский дом культуры. И кажется, именно здесь по-настоящему раскрылся ее талант художника по костюму. Пригодились и профессиональные навыки, и прекрасная фантазия. Понравилось, потому что я начала шить детям. И вот первые же модели, три платья, шила нашему образцовому коллективу, лучику. И они поехали на международный фестиваль и заняли первое место. И представляете, как я гордилась тем, что они именно в моих костюмах поехали, что именно это моя модель была. Костюмерная дома культуры Медвежьих Озер – это самый настоящий кладезь великолепных моделей, сшитых из разнообразных тканей разных фактур. Стиль также разнообразен от ретро-моделей до современных, авангардных, расшитых, кстати, вручную. Все богатство под тщательным присмотром. Еще бы, столько труда вложено. Ни одна победа принесена также благодаря этим костюмам, над которыми также, не покладая рук, совместно с коллегами трудилась наша героиня. Костюмы всегда я вижу свои на сцене. То есть, либо на конкурсах, либо здесь, либо это. Ну, это радостно. Наверное, это счастье свое увидеть, свою работу на сцене. Себе и близким Анна Васильевна давно ничего не шьет. Говорит, времени не хватает. Редко выдается возможность что-то придумать, раскроить, а уж тем более шить. Редко. На себя, наверное, времени не хватает. Да, времени на себя, как говорится, обычно не хватает. Вот так трудится порой даже ночами на благо родного дома, культуры Медвежьих озер, мастерица Анна Антонова. Дарит красоту и помогает покорять новые творческие вершины. 71 год назад на земле воцарился мир. Благодаря советским людям, бойцам армии, труженикам тыла, Великая Отечественная война была окончена. Цена этой победы – миллионы жизней. Много слов сказано, много слез пролито, но есть и свет в этой беспробудной тьме. Даже в нелегкие военные годы народ жил врагу назло. Поддерживая себя верой в победу и песней, именно об этом спектакль поклонимся великим тем годам. В районном культурном комплексе показали спектакль Губернского театра под названием «Поклонимся великим тем годам». Тема Великой Отечественной войны в спектакле звучит особенно пронзительно, благодаря идее и, конечно, сценическому воплощению, с которым отлично справились артисты. На сцене артисты Губернского театра не играют, живут, проживают те сложные и тяжелые годы войны. «Поклонимся великим тем годам» спектакль даже не о войне, а о жизни, которая, несмотря ни на что, продолжалась под взрывами снарядов и мин. Теряя товарищей, порой силы, люди не теряли самого главного – надежды, веры в победу, силы духа. По задумке главного режиссера театра Сергея Безрукова и Степана Куликова, важно показать, что жизнь непобедима, а песни помогали выживать и облегчали службу. «Идея эта пришла художественным руководителям нашим Сергею Безруковым. То есть, собственно говоря, что мы можем еще сделать для наших тиранов, мы артисты, больше ничего. То есть отдать некую дань погибшим в войне, в Великой Отечественной войне, тем, кто уже не с нами, кто до сих пор еще жив и, дай Бог им, здоровья». Именно на песнях военных лет строится спектакль. Звучат любимые композиции «Землянка», «Алеша», «Смуглянка» и многие-многие другие. Три года спектакль с успехом показывают зрителям, модернизируя постановку, расставляя новые смысловые акценты. Неизменным остается одно – главная идея. Война не забыта, жизнь бесценна, а песня – лучший повод настроиться на победу. «Хотелось создать такую программу, причем мы ее немножко вспьем театральным спектаклем, потому что есть не только что спеть, есть темы, есть песни военных лет, но есть еще что сказать и прочитать». И действительно, слушая песни тех лет, понимаешь, как сильно люди хотели жить, как хотели они любить и возвращаться в дом, где их ждут. Слезы наворачивались на глазах у зрителей, а это говорит о многом. Прежде всего, о профессионализме артистов, который ярко проявился не только в создаваемых образах, но и в вокальном мастерстве. И снова ты протягиваешь руки, Забьешь ты с невостратной стороны. Уже ходили в школу наши звуки, И, конечно, под занавес прозвучала легендарная песня «День Победы», гимн жизни и все побеждающие силы добра. День и ночи, у Мартена сих печей Истыкала наша Родина от щель. День и ночи, у них тут трудно юбили, Этот день мы приближали, как могли. Этот день поверь, Борь, как врага, Это праздник, Синяною до места Это праздник, Со слезами до глазах День Победы, День Победы, День Победы Таинственный, мистический, неподражаемый автор самого красивого романа о любви. И не только. Знаете ли вы, о ком я? Подсказка. В этом мае его юбилей. Он написал немало произведений, В том числе на тему своей первой специальности. Так что за первая профессия мастера Булгакова И какие еще произведения написал, Узнаем в культ просвете. А фамилия Булгаков вам известна? Да. Ну, писатель, писатель. Писатель. Мастер Маргарита. Еще что? А мы больше в кулифе не проходили. Да. Роговый кайф, я знаю. Читаем, читали, да. Отлично. Он читал. Отлично. Ну и рассказы почитайте. Морфий, палатный на шею. Морфий тоже знаю. А мы просто забыли его на самом деле. Мастер Маргарита, Роговые яйца, Белый гвардия. Собачье сердце. А еще? Роговые яйца. Хорошо. А по профессии он кто был по первой? У него была первая профессия. Вы серьезно? Да. Честно не знаю. По первой профессии-то он кто был? Врач. Отлично. Михаил Афанасьевич Булгаков родился в Киеве 15 мая 1891 года. У Булгаковых было семеро детей. Это была интеллигентная семья, сплоченная и веселая. Отец – преподаватель Киевской духовной академии. Умер рано. А мать сказала детям, я не могу вам дать приданное или капитал, но я могу дать единственный капитал, который будет у вас. Это образование. Юный Булгаков не только постигал науку. Он писал стихи, рисовал карикатуры, играл на рояле и пел. Увлекался энтомологией. Собрал хорошую коллекцию бабочек. Участвовал в импровизационных спектаклях. Увлекался футболом, который тогда входил в моду естественно. Не избегал романтических встреч. С одной стороны, Булгакову хотелось пойти по артистической или писательской стезе. С другой – три родных дяди, три двоюродных брата и второй муж матери – это врачи. И это перевесило. В 1909 году Михаил поступил на медицинский факультет Киевского университета. Многие сюжеты и персонажи Михаила Булгакова взяты из будней его основной профессии. Булгаков был врачом. Он принимал роды, работал хирургом и венерологом. И при этом неустанно наблюдал за собой и людьми, подмечая все острым глазом медика и писателя. После начала Первой мировой войны он несколько месяцев проработал врачом в прифронтовой зоне. Последний раз его снова призвали в армию в должности полкового врача в Деникинской добровольческой армии. Но вскоре он заболел тифом. Врачебную практику он сменил на писательскую. Михаил Афанасьевич навсегда решает оставить свои занятия медициной и начать писательскую карьеру с написания статей для местных газет. Свой первый рассказ он закончил осенью 1919 года. Зимой в 1919-1920 годах было написано несколько фильетонов и рассказов. Среди известных произведений не только «Мастер и Маргарита», но также множество различных романов и рассказов. Записки на манжетах «Необыкновенные приключения доктора», «Красная корона», «В ночь на третье число», «Китайская история», «Крещение поворотом», «Тьма египетская», «Полотенце с петухом», «Вьюга», «Пропавший глаз», «Звездная сыпь», а также примыкающий к циклу рассказ «Я убил». Среди известных произведений также рассказ «Морфий». Романы, которые были написаны, это «Белая гвардия», «Жизнь господина де Мольера», «Записки покойника», «Мастер и Маргарита». Это лишь некоторые творения, которые создал Булгаков. Произведения, список которых был представлен вам, не исчерпываются указанными. Сюда мы не включили фильетоны, эссе и статьи и другие сочинения, с которыми было неплохо бы ознакомиться. На сегодня это все. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, культурных вам выходных и будней. Субтитры создавал DimaTorzok